МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала «Вектор-24» программа «С верой, надеждой, любовью». Я ее ведущий Валерий Усманов. Наша программа будет интересна представителям четырех конфессий. Сегодня мы узнаем, почему католики называют рождественский пост адвентом, как иудеи празднуют хануку и насколько значим для православных праздник ведения во храм Пресвятой Богородицы. Также мы расскажем о помощнике имама губкинской мечети Муслехидине Хакимове. Приглашаем к просмотру! Один из хадисов из речений пророка Мухаммеда гласит, если Аллах хочет одарить кого-то особым благом, то одаривает его пониманием, знанием религии. Во все времена верующим мусульманам нужен человек, который найдет ответ на интересующий в исламе вопрос, даст ценный совет, утешит и расскажет пример из жизни пророка. В губкинской мечети помощником имама служит Муслехидин Хакимов. О нем наш следующий рассказ. Пятница – полдень. Губкинских мусульман в мечети собрал джума-намаз. Пятый день недели, в честь которой в Коране названа целая сура, является не только священным днем, но и праздником всех последователей пророка Мухаммеда. Пятница – это день единения и общения верующих, а пятничная проповедь – это своеобразный обмен знаниями. К верующим обращается Муслехидин Хакимов, помощник имама. И пусть Аллаху Савишни осерегает нас от всех непростых дел. Пусть Аллаху Савишни откроет наши сердца, чтобы мы приняли легко все, что нам сказано. Урганиев хадис посланник Аллаху Саламу. И пусть Аллаху Савишни бережет нас на всякий обет и несчастье. Муслехидин родился и вырос в Таджикистане, верующей семье, где высоко чтят религиозные и национальные традиции. Со временем пришла пора получать образование. После родительского благословения Муслехидин отправился в Россию. Сначала обучился в Уфимском университете, а сегодня он – магистр болгарской исламской академии в Татарстане. Там учат не только исламу. Чтобы построить диалог с прихожанами и передать свои знания, нужно быть хорошим психологом и педагогом. Мы должны действовать в соответствии с священными текстами Корана и священным хадисом из речения пророка. Поэтому нас учат, как правильно понять их и действовать. И также нас учат арабскому языку и литературу арабского языка. И также другие светские предметы есть, и истории, и философии, и другие также есть, да, законарственные федерации. Арабский язык для каждого мусульманина имеет особое значение. Это язык последнего пророка Мухаммада и последнего писания, священного Корана. Муслехидин помогает мальчикам освоить речь аравийских пустынь. Изучение напоминает подъем по ступеням, где первое – алфавит, затем идет чтение, грамматика и применение языка в повседневной и религиозной жизни. В Таджикистане я большой, то есть очень большой процент, пределожущий религии ислама, именно традиции религии ислама. Все в моей семье, именно, все читали намаз. И вот, как я сказал, прямо с детства нас учили, там, чтение Корана и так далее. Ну, примерно с 9-го, 10-го класса уже начали изучать арабский язык, то есть разговорный уже, ну, слова озвучивали и так далее. Наставник Муслехидина в Губкинском – имам Хатыб городской мечети Ренат Ахмичин. Он отмечает, Муслехидин зарекомендовал себя доброжелательным и эрудированным молодым человеком, всегда готовым выслушать и помочь. За это он пользуется большим уважением среди прихожан. У него воспитание очень такое отличное. Он высоконравственный молодой человек, знаний есть у него. Сейчас, когда он появился в нашей мечети, к нему очень много потянулось взрослого населения. Брать уроки Курана, чтения Курана, арабской грамматики. Он очень грамотный. Я очень рада, что приехала в наш далекий город Ямальский. Такой очень грамотный человек. Я сама учусь в Российском и Исламском университете, и я у него закрепляю свои знания. Он меня проверяет, помогает в обучении. И многие люди приходят к нему, занимаются дополнительно, приходят за консультацией. Вопросы были, задавали вопросы. И он очень кратко, ясно, так хорошо, быстро ответил. И как-то четко, все так хорошо. Мне очень даже понравилось. И красиво он Куран читает. И даже хотелось просить его еще раз почитать. Очень понравилось. Ну, и как человек хороший такой, и по религии тоже можно много узнать. Впереди у Муслихиддина защита диссертации. По завершении обучения он может стать преподавателем или имамом. Независимо от дальнейшего выбора, Муслихиддин уверен, Аллах его ведет правильным путем. Господь предписывает судьба. То есть предсказание, можно сказать, да, о том, что этот человек таким станет по своим желаниям. А не я заставляю его, он сам туда направляется. Такая же, как бы... У меня тоже самое, как у меня началось ожидать внутри. Любовка, религиозная сфера. И начал этим заниматься. И, значит, судьба уже была суждена о том, что буду стать богословами. 20 ноября свое 75-летие отметил святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Больше полвека своей жизни он посвятил служению церкви. Сын священника, он сам принял монашеский постриг в 22 года, а в 29 лет уже стал епископом. В январе 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла, патриархом московским и всея Руси. С выше 10 лет он возглавляет русскую православную церковь. И сделано за это время очень много. Пастырские поездки по разным континентам, реформы в епархиях и не только. Именно патриарх сделал все, чтобы в российских школах велись уроки основ православной культуры. Именно он подготовил воссоединение русской православной церкви с русской зарубежной церковью. Именно он начал налаживать братские отношения со старообрядцами, а также укреплять единоверческие приходы московского патриархата. Под его руководством были разработаны основы социальной концепции русской православной церкви. Базовый документ, определяющий отношения с обществом. Церковь стала формировать собственную повестку дня, говорить о важнейших духовно-нравственных темах. Мы с вами прошли последние годы через достаточно сложный путь больших перемен. А мы знаем, что в церкви перемены – это всегда дело очень рискованное. С понятием реформа в сознании нашего народа связываются расколы, разделения. Но, по милости Божией, мы можем свидетельствовать, что те глубинные перемены, которые произошли в последние годы в жизни нашей церкви, не привели к разделению. Его святейшество лично общается с паствой, а социальная активность патриарха Кирилла стала прекрасным примером для множества православных священнослужителей. Патриаршество и сегодня является важнейшим фактором церковного единства. От каждого предстоятеля зависит, какими историческими стезями следует церковь. А главная задача остается неизменной – молиться за Россию и всех нас. В период моего обучения в Тобольской духовной семинарии, как раз в последний год, в 2016 год, он приезжал с визитом в Тобольск. Это событие, оно, конечно же, очень запомнилось. Я помню, как уже увидел патриарха Кирилла вживую, слушал его проповедь, его общение с людьми, со священниками. И, конечно же, он произвел на меня впечатление, как человека очень харизматичного, очень интеллектуального и очень, опять же, деятельного. Время патриарха Кирилла – это время восстановления русской православной церковью, социального положения и интеллектуальной роли, которыми она обладала в русской истории до революции. Время возвращения домой. Именно при патриархе Кирилле образ церкви вновь сложился во все его определенности. Это образ не церкви, закрытой от мира, а церкви, мыслящей, открытой для каждого, независимо от места жительства, происхождения и духовных запросов. Последнее воскресенье ноября по всей стране отмечают День Матери – праздник тех, кто подарил нам жизнь. Роль родной мамы для каждого человека переоценить невозможно. В воскресной школе при Губкинском православном приходе по случаю праздника устроили большое представление для всех прихожан. Посмотрим, как это было. Творческий сюрприз по случаю Дня Мамы – добрая традиция воскресной школы при храме святителя Николая Мерликийского. Юные воспитанники подготовили множество ярких и оригинальных номеров. На сцене они – актеры кукольного театра. Для зрителей – поучительная сказка. Жили-были девочка Марфуша и мальчик Ванюша. Матушка очень любила своих детей, все для них делала и берегла от всякой тяжелой работы. Но однажды она заболела, а дети и не подумали ей помочь. Их избушка стояла неподалеку от леса и наблюдал за ними лесной хозяин – медведь. Решил он такую хозяйку себе забрать, да детей проучить. Маму будем мы лечить, теплым молоком поить и вовсе ей помогать, никогда не обижать. Вижу, поняли вы много. Возвращаю вашу маму, но гляжу за вами строго. Матушка любимая, родная, милая, ты прости нас, Орванцов. Без тебя оно плохо было. Прощаю вас, родные мои. А после выступления звучит мораль от юных артистов. Кто лелеет и прощает? Мама! На ночь сказку кто читает? Мама! Я советую, важный дам. Берегите своих мам! В представлении были не только театральные, но и вокальные номера. К примеру, песня о кнопочках баянных из репертуара Людмилы Зыкиной. Льется песня русская простая, Сверху месяц песни подпевает, Над рекой поют поляны озаренные, Ходятся кнопочками девушки влюбленные. Нашлось место и поэтическому слову. Несмотря на праздник, рождественский пост никто не отменял. Рифмы напоминают зрителям. Для достойной встречи Рождества Христова необходимо покаяние. Упаду на колени, пред иконами я. Ты прости меня, Господи! Знаю, грешная я. Мы порой не думаем, как мы в мире живем, И грехи словно ягодки мы в лакошко кладем. Сквернословим, ругаемся, Осуждаем других и зачем-то пытаемся Впереди быть иных. Плачем, любим, разводимся, А в пост мясо едим. Мы когда остановимся, на себя поглядим. А после представления – заслуженные аплодисменты. День творческих сюрпризов пришелся всем по душе. Очень трогательное мероприятие. Детки, как всегда, поражают молодцы. От души были моменты, Когда даже до глубины души тронуло и прослезилось. Конечно, мама быть очень приятна. Очень ответственна. Это большая работа. И низкий поклон всем мамам. Крепкого здоровья, удачи и терпения. В финале концерта всех присутствующих мам Поздравил настоятель прихода – Отец Валерий Колесников. Родить ребенка – это подвиг. Но воспитать его – это уже геройство. И те женщины, которые смогли это сделать, Они заслуживают сегодняшний день уважения и поклон. Поэтому, дорогие мамы, Я всех вас от души поздравляю с этим событием. Желаю, чтобы не только сегодняшний день, Но и каждый был наполнен радостью и счастьем. И в первую очередь смехом ваших собственных детей. В настоящий момент юные артисты готовятся к новым представлениям. Впереди ожидается празднование дня Святого Николая Чудотворца 19 декабря И Рождества Христова 7 января. 4 декабря православные отметят праздник Ведения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день православные христиане вспоминают, Как святые и праведные Иоаким и Анна Привели свою трехлетнюю дочь Пресвятую Богородицу В Иерусалимский храм. Как гласит священное предание, Когда Деве Марии исполнилось 3 года, Ее праведные родители Иоаким и Анна Поняли, что пришло время исполнить обет, Который они дали Богу. А именно, посвятить дочь служению ему. Родители Марии привели ее К стенам Иерусалимского храма. Наверху ее уже ждал первосвященник Захария, Будущий отец пророка Иоанна Предтечи. Захарии было откровение от Господа, И он ввел Марию святая святых. Место, куда разрешалось входить Лишь первосвященнику, Да и то всего один раз в год. С этого необычного для современников момента Началась долгая, славная и трудная дорога Божьей Матери в нашем мире. Отсутствие Ковчега Завета В Иерусалимском храме Многих приводил к унынию и отчаянию. И настал тот момент, Когда эта пустота была восполнита Присутствием некого удивительного, Подобного нам человека По естеству, Но по чистоте души, Которая превышает ангелов. Этим человеком является Атарковица Мария, Которая в дальнейшем становится Пресвятой Богородицей. Ведение во храм Пресвятой Богородицы Празднуется 4 декабря по новому стилю. Это не переходящий праздник, То есть дата его неизменна. Праздник приходится на рождественский пост. В этот день разрешается есть рыбу. Но главным остается не предписание в еде, А молитва. Мы аналогичным образом, Как люди верующие, Должны показать Своими действиями В кого и для чего мы верим. По этой причине Человек должен принять участие В богослужении, Воздать молитву Господу, Благодарение в первую очередь, Озвучить свои просьбы, Которые тоже имеют место быть. И, конечно же, Помолиться о своих родных и близких, Чтобы в нашей жизни Было поменьше безразличия, Поменьше греха. И тогда жизнь станет лучше и светлее. Декабрь Декабрь – время поста в христианской церкви, Как православной, Так и в католической. Ограничениями в еде и развлечениях, Усиленной молитвой И участием в исповеди, Верующие готовят себя К радостному событию – Встрече Рождества Христова. В католической церкви Рождественский пост Называется «Адвент». В переводе с латыни Это означает «пришествие». Речь идет о первом пришествии Иисуса Христа в наш мир. Именно с Адвента У католиков начинается Церковный год. Первый день Адвента Определяется как Четвертое воскресенье до Рождества. В этом году он выпал На 29 ноября. Четыре недели До 25 декабря Время духовного очищения. Духовенство носит Облачение фиолетового цвета, Символизирующего покаяние. А прихожане-католики В эти дни стараются исповедаться. Кроме этого, В период Адвента Церковь призывает Христиан к благотворительности, Совершению дел милосердия И помощи нуждающимся. Церковь не определяет Конкретно, От чего мы должны отказаться. Например, мясо не есть. Мы по пятницам Не едим мясо. А в другие дни Тут каждый сам должен. Может человек себе Принять такое намерение, Постановление, Что не буду есть мясо. Но может стоить От чего-то другого Отказаться. Может кто-то вообще Мясо не есть. А может, например, Отказаться от интернета, Телевизора, Компьютерных игр. Может еще что-то другое. Стоит самому задуматься, От чего я буду Отказываться на время Адвента, Чтобы подготовиться К пришествию Иисуса Христа. Самым известным символом Рождественского поста Является венок Адвента. Обычно он делается Из сплетенных в круг Еловых ветвей, В которые вставлены Четыре свечи, Каждая из которых Имеет символический смысл. В первое воскресенье Адвента Зажигается одна свеча, Во второе две, И так далее, Чтобы с каждой неделей Становилось светлее. В итоге, В последнее воскресенье Перед Рождеством Над еловым венком Горят все четыре свечи. Почему четыре? В истории, Когда-то, Давно-давно, Как еще наука не была Настолько развита, Как сегодня, Ученые На основании Ветхого завета Пришли к выводу, Что человечеству Ждало спасителя Четыре тысячи лет. Конечно, Мы сейчас смеемся, Знаем, Что это было гораздо больше, Но тогда, Символически, Четыре тысячи лет. Поэтому, В католической церкви Адвент Это четыре воскресенья Перед Рождеством. Четыре недели, И хотя бы четыре воскресенья Перед Рождеством. Это символически, Что все человечество, Вся история, Весь мир Ждет пришествия Спасителя. Пока христиане Только ждут Главный зимний праздник, Иудеи уже отмечают. Ханука наступила 28 ноября И продлится До 6 декабря. Ханука завершает В этом году Череду значимых Для иудеев дат. По-другому, Ее еще называют Праздником свечей И отмечают В память о чуде, Произошедшем в Израиле Множество столетий назад. В истории был период, Когда иудея попала Под власть Древнегреческого царя Антиоха Епифана, Который стремился Обратить евреев В язычество. Иерусалимский храм Был захвачен И осквернен, Но небольшой отряд Под предводительством Иуды Маккавея Отказался поклоняться Языческим богам И ушел в горы. Через некоторое время Эти люди Освободили Иерусалимский храм, Сбросили идолов И заново Освятили его. Ханука В переводе с иврита Означает освещение Или обновление. В этом и суть праздника. Ханука Это праздник О двух вещах. Ханука Это праздник О победе. О победе По простому смыслу. О победе Над греческой армией. И так далее. Но в конечном итоге Мы говорим Также о победе Света над тьмой. О победе Малых Над многочисленными. Несмотря на то, Что они вроде Малые и слабые. Но если они борются За правду И за добро То Всевышний Им всегда поможет. Это победа Духовности Над грубой материальностью. В честь смелого И отважного Иуды Маккавея И его сподвижников В Израиле Называют Спортивные команды. К примеру Маккаби Тель-Авив Самый титулованный Футбольный клуб страны. Главная традиция Праздника Зажигание Специального Светильника Ханукии. Праздновать Хануку Стали более Двух тысяч лет назад. По преданию В первый праздник Случилось чудо. Светильник В котором Кончилось масло Не затухал Восемь суток До тех пор Пока не было Приготовлено Новое Мира Для освещения храма. В каждой стране И городе Есть свои Характерные традиции. К примеру Во дворе Томской синагоги Из года в год Ставят Ханукию Полностью Сделанную Изо льда. И это все О чем мы успели вам рассказать В рамках сегодняшней программы С вами был Валерий Усманов Увидимся в новых выпусках Передачи С верой и надеждой Любовью На телеканале Вектор 24 Субтитры подогнали Симон